Липы, клёны, жасмин, дикая роза. Полисадник возле восьмого дома по улице Котовского приковывает взгляды прохожих. Ухоженный и аккуратный, с таким разнообразием растений, и вся эта красота едва ли не место преступления. Некоторые жители утверждают, здесь самовольно спилили часть флоры. Причем сделали это самопровозглашенные члены совета дома. У нас внутренний бытовой конфликт. Мы сажаем, нас скашивают. Я лично не один раз пострадала, когда я около окон делала клумбочки, и мне все скашивали. Вопрос совета дома юридический, потому что в нашем подъезде подписи за Евдокию Васильевну Никольину мы не ставили. Евдокия Николина, председатель совета дома, в свою очередь охотно демонстрирует доказательства легитимности власти. Протоколы голосования собственников. Согласно документом, почти 67% жильцов выбрали председателем дома именно ее, Евдокию Николину. Женщина и объяснила нам, здесь произошел не акт самоуправства, а санитарная обрезка кустов и деревьев. Мы представители совета вдвоем произвели обрезку жасмина, дикой розы и сухого дерева у второго подъезда. За помощью и разъяснением, кто прав, кто виноват, мы обратились в управляющую компанию. Специалисты 6-й РЭУ отметили, все было в рамках закона. Совет дома принял решение самостоятельно, но никакого криминала в этом нет. То, что производилось, оно не требует никакого порубочного листа. Санитарная обрезка проводилась непосредственно советом дома. Нас, как управляющая компания, попросили только убрать срезанные ветки. По сути, ни о какой вырубке деревьев речь не идет. Корневая система всех растений осталась там, где ей и положено быть – в земле. Попросту говоря, были спилены нижние ветви деревьев и подстрижены кусты, которые мешали проникновению света в квартиры жильцов. Если инсоляции нет, то есть нет поступления света в квартиру, человек чаще включает электричество, это нагрузка на кошелек пенсионерки. И получаются грибки, влажность высокая в квартире и также на балконе. Жильцы первого этажа подтверждают. Сами обратились в совет дома с просьбой осадить распоясавшуюся под окнами зелень. Проведенными работами довольны, нареканий нет. У меня даже шторы, вот, настишь, открыты. Ну, темно было, все равно темно. И все было засажено, все. Я сажала, сажала я сама. Но так разрослось все. По СНИПу, строительным нормам и правилам, деревья должны быть высажены не ближе пяти метров от жилого дома. Если внимательно присмотреться хотя бы даже ко двору этого дома, некоторые растения подлежат вырубке. Но окончательное решение всегда за жителями дома. Если их все устраивает, конечно, вырубать деревья никто не станет. Если жильцы коллективно придут к выводу, что пора проредить полисадник, они могут обратиться в управляющую компанию. Если какие-то работы нужно проводиться, допустим, по спилу аварийных деревьев, да, то пишется заявление в управляющую компанию за подписями от совета дома, там, либо коллективное обращение, да, то есть мы его рассматриваем. Оформляется порубочный лист. Хорошая новость для всех любителей природы и борцов за экологию. Ровно через 10 дней на территории Реутова, как и во всем Подмосковье, пройдет ежегодная акция «Наш лес, посади свое дерево». Планируется, что в ней примут участие порядка 200 тысяч человек и будут высажены более полутора миллионов деревьев. Принять участие может любой желающий. Старт 22 сентября в 11.00. Виктория Волкова, Сергей Сомов для РТВ.